На портрете изображена художница Елизавета Михайловна Мартынова, подруга Сомова и его соученица по Императорской академии художеств. Ранее она неоднократно позировала живописцу, но на этот большой портрет согласилась далеко не сразу. В задуманной Константином Андреевичем картине ее смущало практически все. Старинный костюм, поза, подробно разработанный задний план и осуждение ее слабости другими. Работа над полотном растянулась на три года. Всему иной стала болезнь легких девушки. Да и сам художник часто выезжал в заграничные командировки. Суть идеи заключалась в создании некоего поэтического образа прекрасной дамы, которая сумела бы объединить черты современного серебряного века и канувшего в историю века галантного. В поисках характерных черт XVIII столетия живописец тщательно изучал старинные художественные альбомы, читал мемуары той поры и слушал романсы. Болезненное состояние Елизаветы на портрете излишне романтизировано и драматизировано. По словам тех, кто знал девушку лично, она была веселой и жизнерадостной. На картине все предстает совершенно иначе. Героиня выглядит усталой и надломленной. Ее фигура смотрится одинокой и пронзительно, глаза полны тоски и затаенного страха, а на щеках играет лихорадочный румянец. В безвольно опущенной руке с книгой чувствуется что-то беспомощное. Как правило, Сомов не уделял особого внимания жестом в передаче характера модели, но тут сделал исключение. Портрет нарисован в технике лисировочного письма, а это помогло добиться тончайших красочных переходов. На лице и плечах девушки виднеются легкие цветовые рефлексы от платья в виде прозрачных голубых теней. Композиция строится на сопоставлении планов и их разном колористическом решении. Выступающий в качестве фона парк нарисован почти условно и напоминает изображение на старинных высветших гобеленах. Между ним и центральным образом не ощущается тесной взаимосвязи. Темный кустарник словно отгораживает девушку от происходящего на заднем плане и еще больше усиливает ее одиночество. На заднем плане можно наблюдать фигуры эмузицирующих людей. Это еще один элемент, призванный добавить нотки романтики в композицию. Мужская фигура справа, предположительно сам художник. Портрет экспонировался в 1900 году на второй выставке объединения «Мир искусства» и вызвал восторженные отзывы. В это же время Сомов получил от Мартынова письмо с просьбой не продавать картину. «Я позировал его, для вас, для чистого искусства, а не для того, чтобы вы получили за мою грудь в глазах, за мою душу и страдания деньги. Я не хочу этого. Оставьте портрет у себя, сожгите его. Если вам так жаль отдать его мне, подарить его даром галерею». В 1903 году, благодаря стараниям Валентина Александровича Серова, полотно приобрела Государственная Третьяковская галерея. Гонорар был незначительным по сравнению с тем, что предлагали частные коллекционеры. Зато художник в какой-то степени выполнил обещания Елизаветы. Вскоре, находясь за границей, он узнал, что девушка скончалась. Ей было всего 36 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok